Всем привет! Мы очень рады, что вы подключились к нашему собранию. Добро пожаловать в церковь Хиллсонг! Знаешь, мы верим, что Бог сейчас здесь. Он там, где ты находишься, потому что Бог, Он там, где призывают Твоё имя, где Его жаждут. Мы сейчас будем поклоняться. И давай просто открывать для Него наши сердца, говорить слова веры в нашу жизнь. И давай петь всем вместе. Эта песня вдохновляет Пробуждает к жизни дух. Новый гимн в сердцах рождая Оживает всё вокруг. Слышишь голос поколений С каждым днём всё громче звук. Восклицают Божьи дети Тьме не удержать хвалу. Наше время настало Не скрывай свет внутри За окном мир в ожидании Ты свой момент не упусти Подними руки к небу Вознеси голос свой Славь Творца всего творения Имя прославляй Его громче Всех безликих и известных Каждый замок, каждый двор Достигает звук небесный Всех объединяет он Слышу песню пробуждения, как прекрасен этот звук Все народы восклицают, верим мы в Тебя, Иисус Наше время настало, не скрывай свет внутри За окном мир в ожидании, в свой момент не упусти Подними руки к небу, вознеси голос свой Славь Творца всего творения, имя прославляй его громче пол В каждом сердце вмиг зажжется огонь, все твердыни рухнут от нас за другой Смерти больше нет, грех побежден, ведь Иисус Христос живой Кто потерян был, но вернется домой, каждый твердник будет освобожден Этим чудом будешь ты изумлен, этот мир вновь оживет В каждом сердце вмиг зажжется огонь, все твердыни рухнут от нас за другой Смерти больше нет, грех побежден, ведь Иисус Христос живой Кто потерян был, но вернется домой, каждый твердник будет освобожден Этим чудом будешь ты изумлен, этот мир вновь оживет Громче Давай еще раз все вместе Громче Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты держишь нас в своих руках И Ты создал нас и созидаешь каждый момент нашей жизни И мы не одиноки в этом, Господь И мы говорим, что Ты наша крепкая башня, в которой каждый из нас может прийти в любой момент и обратиться к Тебе Потому что Ты видишь и Ты знаешь и Ты всегда любишь Мы будем поклоняться Тебе еще Кто растопит сердца лед В мою душу жизнь вдохнет Кто владеет всей землей И жаждет быть со мной Кто познав, какой я есть Любить не перестав Кто управляет миром всем Путь мой направлял Это Ты, Иисус 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 Лишь Ты Иисус Лишь Ты Лишь Ты Иисус 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 Иисус, лишь Ты. И петь буду Тебе, И смолкну в обе, Мне нужен Ты, Бог моей души, Души моей Бог, И сердца Господь, Иисус, лишь Ты. И я буду петь Тебе, И петь буду Тебе, И смолкну в обе, Мне нужен Ты. Души моей Бог, И сердца Господь, Иисус, лишь Ты. О, оо, ооо. О, оо, 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 о, о, оо, Oh, И солнце Господь. Иисус, Шум морей услышь в небесах, взгляни, и пусть сердце Богу поет. Горы вас зовут перед Ним, падут все сердца, пусть славят Его. Споем вместе! Шум морей услышь в небесах, взгляни, и пусть сердце Богу поет. Горы вас зовут перед Ним, падут все сердца, пусть славят Его. Шум морей услышь в небесах, взгляни, и пусть сердце Богу поет. Горы вас зовут перед Ним, падут все сердца, пусть славят Его. Шум морей услышь в небесах, взгляни, и пусть сердце Богу поет. Горы вас зовут перед Ним, падут все сердца, пусть славят Его. Все сердца, пусть славят Его сейчас. Пусть наши сердца открываются для Твоих слов, для истины Твоей. Доверяем Тебе, поклоняемся Тебе, Иисус. В сотнях тысяч поколений Его милость Пусть пребудет в Твоем доме, Твоих детях под защитой Каждый будет. В сотнях тысяч поколений Его милость Пусть пребудет в Твоем доме, Твоих детях под защитой Каждый будет. В сотнях тысяч поколений Его милость Пусть пребудет в Твоем доме, Твоих детях под защитой Каждый будет. В сотнях тысяч поколений Его милость Пусть пребудет в Твоем доме, Твоих детях под защитой Каждый будет. В сотнях тысяч поколений Его милость Пусть пребудет в Твоем доме, Твоих детях под защитой Каждый будет. В сотнях тысяч поколений Его милость Пусть пребудет в Твоем доме, За Тебя Он, За Тебя Он... За тебя он, за тебя он, за тебя он, за тебя он, за тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Мы молимся о твоих благословениях, мы молимся о том, чтобы ты вдохновлял нас, тех, кто ищет и может быть думает о планах на 2021 год Господь. Мы молимся о твоей руке над взаимоотношениями, Господь, о мудрости в жизнях людей, Господь. Бог, мы благословляем каждого и благодарим за то, что мы есть друг у друга во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Также я хотела сказать спасибо большое, что делитесь своими благодарностями. За что вы благодарите Бога, что Бог делает в вашей жизни? Потому что такие истории, они всегда вдохновляют двигаться дальше. Они всегда вдохновляют верить, продолжать верить, не опускать руки. И если вы смотрите наше собрание первый раз, мы очень рады вам. Вы можете быть активными в чате, вы можете написать вам, нам, что вам понравилось. Мы хотим оставаться с вами на связи, поэтому можете просто сказать привет, меня зовут, не знаю, Аня. Меня зовут Аня. Я бы хотела узнать больше о церкви, я бы хотела узнать больше о Боге. Расскажите мне что-то. Вы можете это сделать прямо в чате или у нас на сайте, в наших социальных сетях, где вам удобнее всего, мы будем рады вам. И спасибо каждому, кто продолжает жить щедрой жизнью, отдавать ваши пожертвования, ваши десятины. Потому что, знаете, год назад, когда мы стояли в начале 2020 года, у нас были какие-то планы, у нас были какие-то цели. И у большинства из нас 2020 год оказался не таким, как мы планировали. И когда мы стоим на пороге 2021 года, возможно, мы стоим уже с какой-то опаской или даже страхом, что же нас ждет. Мы, возможно, боимся строить планы, даже делать какие-то шаги по вере. Но я хотела бы ободрить нас всех, концентрироваться не на том, что нас ждет впереди, потому что обстоятельства, они всегда могут измениться, но на том, кто нас ждет впереди. Потому что для Иисуса 2021 год – это не сюрприз, это не загадка. Он знает, что нас ждет в будущем. Он уже на нашем завтрашнем дне, он уже в конце января, он уже в конце февраля, он в конце 2021 года. И когда мы смотрим на того, кто нас ждет впереди, послушай, мы можем делать свои шаги по вере, потому что Иисус держит все в своих руках. Аминь. И также мы, как церковь, хотели начать этот год с того, что мы будем все вместе проводить время в посте и молитве. Это будет 21 день поста, который начнется 25 января и закончится 14 февраля. И 14 февраля у нас в всей церкви Хилсон глобально будет уикенд видения, который будет также в этом году, в котором мы будем смотреть проповедь, смотреть собрание, смотреть послание от нашего старшего пастора Брайана Хьюстона. Поэтому давайте будем внимательны, давайте будем активными в социальных сетях, давайте будем этот 21 день искать Бога, чтобы начать наш год не просто с классных планов, но с того, что мы поставим Иисуса на первое место во главу нашей жизни и того, что нас ждет в будущем. Аминь. И сейчас вы готовы слушать Божье Слово. Я лично очень рада сегодня сказать, что проповедует мой муж, пастором нашей церкви Вадим Фещенко. Поэтому давайте подготовим свои заметки в телефонах, свои блокноты, подготовим свои сердца, чтобы принимать Божье Слово сегодня. Аминь. Спасибо, Аня. Доброе утро, церковь. И давайте вначале помолимся, и потом перейдем к проповеди сразу. Господь, спасибо за это утро. Спасибо за каждого человека, который подключился к этому онлайн-собранию. Спасибо за каждую канагруппу, которая сегодня собрана вместе. Господь, я молюсь, чтобы Твое Слово сегодня ободряло нас, проповедовало в нашей жизни, обличало нас и оставалось в наших сердцах, и влияло на год, который будет впереди. И помоги мне проповедовать со властью, проповедовать то, что Ты хотел бы сказать сегодня каждому во имя Иисуса Христа. Аминь. Я люблю начало года, не знаю, как вы. Я, конечно же, не отношусь так, что, знаете, Новый год, и все изменится. Но я люблю начало года, потому что это важное время, и вообще есть время подумать о важных вещах. Возможно, какие-то вещи в жизни перестать делать, возможно, на чем-то больше сфокусироваться. Мы с Аней каждый год в начале года принимаем какие-то важные решения, и это влияет в действительности на весь наш год, который будет впереди. Скоро будет пост, и Аня уже об этом немножко говорила. И для нас пост в начале года — это очень важное время, потому что это дает видение и направление для всего года. Также после поста у нас будет уикенд видения, и это также время, когда Бог пророчески провозглашает, или какие-то пророческие заявления звучат, которые влияют на наши жизни, на нашу церковь и на все, что Бог делает в нашем мире вокруг. Поэтому начало года — это важное время. И также в начале года мы принимаем какие-то решения, мы осмысливаем, возможно, принятое ранее решение. Я верю, что начало года — это также хорошее время для новых откровений от Бога в нашей жизни, и, возможно, для того, чтобы мы стали глубже в каких-то вещах или каких-то откровениях, истинах из Библии, из Божьего Слова. И сегодня я хочу проповедовать на тему, которую я назвал, в общем, тема моей проповеди называется «Первые плоды». Библия отводит особенное значение вообще всему первому, первому в нашей жизни. В жизни это так же. Спортсмены борются за первое место, государства или там бизнесы, бизнесмены, они отдают огромные ресурсы за то, чтобы быть в чем-то первым. И первенцы в израильском народе, и мы читаем об этом из истории вот израильского народа, из Ветхого Завета, что первенцы в израильском народе получали невероятное преимущество, особый статус и благословение, если сравнивать, что имели другие дети в семье. Бытие, 49 глава, 3 стих. Послушайте, что здесь написано. Это говорит Израиль и Иаков о своих всех сыновьях. И вот о Рувиме он говорит такие слова, да, «Первый плод моей силы мужской». Первенец — это первородный сын, и согласно библейскому закону он обладал особенным статусом, например, в наследовании семейного имущества. Согласно второзаконию 21 главе 15-17 стихи, отец обязан признавать первенца главным наследником и выделить ему двойную часть своего наследства в два раза больше, чем получат все остальные. Иисус Христос в книге «Откровения» говорится, что он является первым и последним. А апостол Павел называет Иисуса первым плодом из тех, из всех людей, которые умерли, потому что он первый, кто воскрес к новой жизни. 1 Коринфянам 15 глава 20 стих написано, «Но Христос действительно воскрес из мертвых. Он первый плод среди тех, кто умер». И вот этот статус первенца, он также нашел свое выражение в том, что Бог называет Израиль, весь свой израильский народ, своим первенцем. Например, в книге «Исход» 4 главе 22 стихе написано, «Израиль — это мой сын, мой первенец». То есть Бог относится ко всему народу, что это как мой сын и как мой первенец. Иеремия 2 глава 3 стих написано, «Израиль был святыней Господа, был первым плодом его жатвы». Но, тем не менее, библейская история также показывает то, что патриархи — это вот эти праотцы еврейского народа, Авраам, Исаак и Иаков, они нередко нарушали права первенца. Например, Исаак был предпочтен Измаилу, Иаков, Исаву, Ефрем, Монассии. Мы видим все эти примеры, потому что закон Духа всегда был сильнее, чем закон буквы. И израильский народ был образом будущей церкви. Иисуса Христа в Новом Завете. И поэтому наше первородство как церкви, а Библия называет верующих людей также вот этими первыми плодами в Откровении 14 главе 4 стихе. «Они были искуплены из всего человечества и освящены как первые плоды для Бога и огненка». То есть Библия называет первенцами нас по вере в Иисуса Христа. То есть вера в Иисуса делает для каждого верующего человека вот этот особенный статус первенца. Но в Библии понятие первородства относится не только к людям. Оно также относится к каким-то вещам в нашей жизни, которыми мы распоряжаемся. Например, время, ресурсы. И Библия отводит этому тоже очень какое-то большое значение. И, возможно, первородство не зависит от нас. Но как мы распоряжаемся с теми вещами, которые есть в нашей жизни, это зависит от нас. И это очень сильно влияет на всю нашу жизнь. Бог благословил Адама и Еву. И потом Он также благословил Ноя. Потому что после потопа Ной и его семья, от них пошли все люди, которые жили на земле. Так вот, Адама и Еву в самом начале «И Ноя Бог благословил похожими словами». Например, Бытие 1 глава, 28 стих написано «И благословил их Бог Адама и Еву, и сказал им Бог «Плодитесь и размножайтесь» и так далее. Что Бог сказал Ною? Бытие 9 глава, 1 стих «И благословил Бог Ноя и сыновь его, и сказал им «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Первое благословение Бога для людей, оно о том, чтобы быть плодовитым, собственно, в каждой сфере жизни. Другими словами, будьте успешны во всем, что бы вы ни делали. Это то благословение, которое Бог дал первым людям, которое Он дал также вот этой семье Ноя. Будьте успешны во всем, что бы вы ни делали. И есть что-то особенное в наших успехах, есть что-то особенное в каких-то ресурсах, заработке, которые мы получаем за какую-то проделанную работу и так далее. И Бог очень как-то трепетно и особенно смотрит, как мы этим распоряжаемся и что мы делаем с первым. Например, первенец скота и первые плоды земли считались наиболее подходящими для пожертвований Богу или для приношения в храм и для почтения Бога. Об этом говорится в книге «Исход», 34 главе, 26 стихе. «Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего». А в притчах 3 главе 9 и 10 стихах написано «Чти Господа своим достоянием первыми плодами от всех своих урожаев, первыми плодами от всего твоего успеха, первыми плодами от любой твоей зарплаты, первыми плодами от всего, что приходит в твою жизнь. Тогда наполнится до отказа твои амбары и молодое вино переполнит твои давильни». И вот о принципе первых плодов мы читаем в книге «Бытие». В разных историях на самом деле о принципе первых плодов и вот об этой первой десятой части из этих же первых плодов мы читаем в таких историях, как Каин и Авель, которые принесли Богу жертву. Мы читаем также в той же книге «Бытие», как Авраам встретил царя Мельхиседека и отдал ему, поклоняясь таким образом Богу, ему как священнику, он отдал ему десятую часть со всего, что он получил на войне. Также мы читаем в том, когда Исаак, он в молитве просто встретился с Богом и он пообещал ему отдать десятую часть со всего, чем Бог благословит его в будущем, в жизни. И это важная история, потому что в книге «Бытие» не было, вернее, когда эти герои из книги «Бытие» жили, тогда не было закона. Тогда не было закона Моисеева, тогда не было десяти заповедей, тогда не было какого-то закона о десятине. И вот эти их жертвы или их решения отдать Богу первой или отдать Богу первую десятую часть, это не был налог, это не был сбор денег на коммуналку, это было их личное откровение и их личное решение. И они к этому относились как к какому-то благословению, как к чести, что я могу принести Богу первое и лучшее, или вот эти первые 10%. Поэтому мне нравится, что говорит пастор Джозеф Принц. Он говорит такую фразу часто, «Десятина не для всех, но только для тех, у кого есть личное откровение об этом». Я так же так, я отношусь так же. И я верю, это абсолютно так и есть. Я верю, что у каждого человека, у каждого верующего человека в церкви должно быть свое личное откровение о десятине, о том, что говорится, например, в Малахии 3 главе 10 стихе. И возможно, начало года, это хорошее время принять какое-то новое решение относительно этой истины. Возможно, для кого-то это хорошее время, чтобы обновить какие-то вещи и возможно принять или просто подумать о тех решениях, которые ты принимал раньше относительно десятины. И возможно, для кого-то это важное время, чтобы получить откровение от Бога об этом. И давайте обратим внимание на одну из историй в книге «Бытие», о которых я уже говорил. И мы прочитаем ее вместе из «Бытие» 4 главы с 1 по 5 стихи. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, «Приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его». И мы знаем, чем закончилась далее эта история, когда они вышли в поле, и Каин настолько огорчился, что он убил в поле своего брата Авеля. Но давайте немного поразмышляем, о чем здесь говорится. Здесь говорится, что Каин занимался земледелием. И это то, что кормило его семью. Возможно, это то, что кормило даже его родителей. Он занимался земледелием, и он это приносило домой пищу. В то время они, кстати, не ели мясо. Люди начали есть мясо только после потопа и причем с благословения Бога. Я хочу обратить внимание на это, все, кто не едят мясо. Бог благословил их на это. Но Библия говорит, что Каин был первенцем Адама и Евы. И, наверное, ему, знаете, естественно, всегда хотелось иметь это первенство. Ему, естественно, возможно, всегда хотелось быть лучшим во всем, что он делает. Он старший брат. Но он не был лучшим в поклонении Богу и в том, чтобы принести жертву Богу. И Библия рассказывает, что он принес Богу дар из плодов земли. Но здесь ничего не говорится о том, что это были первые плоды. И когда я думал об этом, я просто подумал, если он занимался тем, что кормило его семью, возможно, вот когда он собрал этот урожай, первые плоды, первый урожай, он сначала принес это в свой дом. Он сначала позаботился о семье, он накормил свою семью. И в этом нет ничего как бы плохого. Но когда он хотел сделать что-то для Бога, Бог на это не посмотрел, как на что-то особенное, потому что он почтил Бога не первыми плодами. Это уже были не первые плоды. Но об Авеле говорится следующее, что он принес жертву Богу из первых плодов, первородных овечек, он принес дар Богу, и там говорится, что он принес оттука их. Еврейская энциклопедия объясняет это как самое лучшее мясо здесь там на ребрах, которое он мог принести Богу. И вот Бог обращает внимание именно на поклонение и жертву Авеля, потому что он отдал первое и лучшее. И, возможно, он также мог подумать сначала о своей семье. Я думаю, что, возможно, женщина, которая принесла этот сосуд с елеем и разбила его у ноги Иисуса и помазала его, возможно, этот сосуд и эти финансы можно было использовать также, чтобы помогать бедным людям, но она приняла решение принести это Иисусу. Когда мы говорим о том, что мы почитаем Бога или мы хотим почитать Бога и мы хотим поклоняться Ему, это всегда первое и лучшее без исключения, нравится нам это или нет. Это то, что Бог принимает, это то, как Бог к этому относится. И когда я думаю об этой истории, Каин убил своего брата Авеля, потому что он не смог умереть для себя и для каких-то вещей в своей жизни, чтобы принести Богу самое лучшее. Является ли наше поклонение сегодня или наши жертвы Богу сегодня или наше служение для Бога сегодня вот этим первым и лучшим, что мы можем отдавать Богу. Когда Бог хотел выразить свою любовь к людям, о которой мы читаем в Новом Завете, что Бог так сильно полюбил мир, всех людей в мире, еще тогда, когда мы все были грешными людьми, не святых он полюбил, но грешников, всех людей он так сильно полюбил, как отдав первое и лучшее за наши жизни своего сына Иисуса Христа. Когда Бог хотел проверить, насколько любит его Авраам, он сказал принести в жертву его первого и единственного сына Исаака. Поэтому, когда Бог обращается к Ефесской церкви в книге Откровения, он похвалил ее за ее дела, за труд, за терпение, за верность, но он упрекнул ее в одной вещи. Откровение 2 глава 4 стих. И вот я думаю, есть ли какая-то связь между первой любовью и первыми плодами, о которых мы читаем в самой первой книге Библии в бытие. Мы можем делать многое для Бога, но мы чтим и поклоняемся Богу именно первыми плодами. И только так. Мы все знаем, что происходит с нами, с людьми, когда мы влюбляемся. Когда ты влюбляешься в кого-то, когда ты просыпаешься утром, первый, о ком ты думаешь, это человек, которого ты любишь. Ты пишешь, возможно, доброе утро, как у тебя дела, какой классный сегодня день. И когда ты идешь на свидание или вы что-то делаете для того человека, которого вы любите, вы стараетесь сделать самое лучшее из того, что вы можете. Ты стараешься повести в самое лучшее место, в которое тебе позволяют твои финансы, возможно, или сделать самый лучший подарок, сделать это с любовью. Мы все понимаем, что такое первая любовь. Но мне кажется, что первая любовь всегда связана с первыми плодами. Поэтому, когда в книге Откровения Бог говорит церкви о первой любви, возможно, справедливо вернуться в первую книгу Библии, книгу бытия, где очень много говорится о первых плодах. Потому что первая любовь связана с первыми плодами. Я хочу ободрить сегодня всю нашу церковь, всех лидеров, всех волонтеров. Я хочу сказать вначале, что я очень благодарен. Мы с Аней очень благодарны всей нашей церкви за верность, за служение, за жертвенность, за то, как мы прошли даже прошлый год. Это был очень непростой год. Мы очень благодарны всем нашим лидерам и волонтерам, которые проходят вторую, третью милю, которую делают добровольно сверх даже того, что мы ожидаем от них. Но давайте не оставлять также первую любовь к Иисусу, потому что это самое важное. И для этого стоит задуматься о том, как мы распоряжаемся и как мы, чему мы посвящаем первое в своей жизни. Я хотел бы сказать несколько личных примеров, наверное, личных решений, которые я принимал на разных этапах в своей жизни, которые благословляют мою жизнь, они благословляют нашу семью, но самое главное, это благословляет Бога, это отдает почтение, я верю Богу. Я хочу просто поделиться несколькими вещами. Первое. Воскресенье. Воскресенье — это мой день для Бога. Это я решил уже давно. И однажды, когда я работал на, скажем, обычной работе, я был студентом, я не был лидером в церкви, я только присоединился к одной из команд волонтеров. Но я принял решение, что больше по воскресеньям я никогда не буду делать какую-то работу для университета или для моей работы, на которой я работал, потому что у меня было очень много разных подработок, и я мог брать эти подработки и заниматься этим, например, после церкви. Но я принял решение, что воскресенье — это мой день для Бога. Это мой день для Бога, это мой день для людей, это мой день для семьи. Это было просто мое какое-то личное решение. И вы знаете, что в некоторых календарях, электронных календарях, можно поставить галочку, чтобы с воскресенья начиналась неделя. На Западе в календарях именно с воскресенья начало недели, то есть он стоит как первый день. Но я верю, что это вопрос не календаря, это вопрос нашего отношения. Для меня я отношусь следующим образом, что воскресенье — это начало следующей недели. Поэтому вот первый день недели я хочу отдать Богу, я хочу посвятить Богу, я хочу посвятить Богу и Божьим вещам, Его Царству. И я верю, что это будет очень сильно строить мой понедельник, вторник и всю мою неделю. Бытие, 2 глава, 3 стих написано, и благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. И дальше мы знаем в Библии, что когда Бог давал закон своему народу, он также сказал об одном дне, вот этом седьмом дне, что в один день вы должны отдыхать от всех своих дел и быть только с Богом, быть с семьей, быть с людьми. И это мое личное откровение, что мне нужно один день в неделю, хотя бы один день в неделю не заниматься никакой работой, не заниматься никакими делами, не заниматься никакой суетой, потому что это благословит всю ту суету, которая начинается в понедельник. И я не хочу сказать, это не закон. Я не хочу сказать, что вы так должны делать, потому что некоторые люди по воскресеньям вообще работают. Но я верю, что для каждого человека в жизни очень важно иметь выходные и очень важно иметь дни, которые вы посвящаете Богу, людям, возможно, духовной семье. Вторая вещь и второе какое-то решение, которое я принял, утро — это мое лучшее время с Богом. Я обожаю утро в принципе. Я люблю проводить время утром с семьей, с Богом. Утром для меня это самое продуктивное время, это лучшее время. И я люблю время с детьми утром, потому что вечером я уже очень уставший, и мне кажется, утром я с ними лучше провожу время. И я не знаю, как это работает лучше для вас. Опять-таки, у каждого свой график, у каждого своя жизнь и так далее. Но иногда я встаю рано, в 4 или 5 утра, для того, чтобы просто читать Библию, молиться и провести это время с Богом. Я встаю рано утром, то есть утро, возможно, начинается там в 7 часов, 8 часов, и оно продолжается какое-то время, до 11 или 12, кто как называет. Но рано утром — это, знаете, перед всей этой утренней суетой, пробками и так далее, это перед всем этим, чтобы провести это время с Богом. И для меня это время очень ценное, очень важное, и это то, что строит мою жизнь. И, кстати, он уже не спит в это время. Я хочу прочитать несколько стихов из Библии, Бытие, 19 глава, 27 стих. «И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял перед лицом Господа». То есть мы знаем о вере Авраама. Мы знаем, что он по своей вере, он получил праведность от Бога. Мы знаем о каких-то просто невероятных решениях Авраама, и это вдохновляет нас. Но вот мы здесь читаем кое-что о его отношениях с Богом. Он мог заставить себя умереть для себя, встать рано для того, чтобы пойти провести время с Богом. Псалом 87, 14 стих. «Но я к тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет тебя». В Марка 1 главе 35 стихе говорится об Иисусе. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился». Для меня вот это раннее утро и вообще утро – это лучшее время для отношений с Богом. Поэтому я часто стараюсь, когда я хочу провести время с Богом, когда я хочу выделить время для Бога, я выделяю именно утро. Рано утром, что это для тебя? Да, возможно, ты живешь не в Москве, а в другом городе, и для вас утро не может начинаться в 4-5 утра. Возможно, это 6 утра или 7 утра, неважно. Но я знаю, когда это лучшее время для меня, и это лучшее время я хочу посвящать Богу. И третье – десятина. Десятина – это мои первые плоды для Бога. Это мои первые плоды для Бога. Именно так я к этому отношусь. Десятина – это не просто, что я должен делать. Я верю, мы ничего не должны делать. В отношениях с Богом, если мы говорим об отношениях, это больше наше решение. Это больше, снова-таки, мое отношение к этому. И это мои первые плоды для Бога. Однажды, слушая проповедь пастора Роберта Морриса, я думаю, многие люди помнят эту проповедь, я сидел в своей церкви на первом ряду, я пастор, в своей церкви Хилсон в Москве. И мы слушали эту проповедь по видео, так же, как вы смотрите эту проповедь сейчас. И даже по видео, вот с переводом, эта проповедь просто настолько коснулась моего сердца, что я просто, я должен был выходить после проповеди на сцену, поблагодарить за эту проповедь, закончить собрание. Но в конце проповеди я просто сидел в слезах, потому что я понимал следующее, что я очень хорошо знаю этот стих Малахии, 3 глава, 10 стих, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Я очень хорошо знаю этот стих. Это было частью моей жизни уже много лет. Но я не всегда относился к десятине как к первому, самому первому в моей жизни. Я принял решение в тот день, мы говорили об этом с Аней, с моей женой, что на самом деле первое – это самое важное. Не сколько процентов, а именно, что это первое. Вернее, процент – это тоже важно, но то, что это первое, это меняет все. И мы приняли решение так относиться к зарплате, так относиться к тому, когда мы продали свою квартиру. Мы первое, первую десятую часть мы отдали Богу. Мы так относимся к любым благословениям, которые приходят в нашу жизнь. И мы решили для себя, что мы не потратим ни одного рубля с каждой своей зарплаты, а когда у тебя семья с маленькими детьми, постоянно что-то нужно. Постоянно нужно покупать еду, постоянно нужно покупать памперсы, куча всего. Но мы решили для себя, когда мы получаем зарплату, мы до того, как мы не отдадим эти первые плоды Богу, и не почтим Бога именно этим, мы не занимаемся и мы не покупаем всего остального. Это было наше решение. И снова-таки, Авель, когда мы читали историю об Авеле, он отдал это первое не по закону, он отдал по вере. И поэтому в этом наша с Аней вера. Поэтому я говорю этот пример, потому что для каждого человека, я верю в церкви, это должно быть решением веры, а не просто каким-то законом, который нужно исполнять. Это мое личное решение. И я верю, это благословляет мою семью, это благословляет церковь, это помогает церкви быть здоровой, сильной, иметь что-то, иметь те ресурсы, которые могут позволять ей служить. И я вижу много преимуществ в этом. И я молюсь, я хотел бы сейчас помолиться о том, чтобы у каждого человека в нашей церкви было личное откровение о том, как мы распоряжаемся своим временем и ресурсами, которые есть в нашей жизни. И о том, что первые плоды почитают Бога и благословляют невероятно наши жизни. Давайте помолимся сейчас все вместе. Если вы хотите встать, вы можете встать, мы будем молиться вместе. Дорогой Господь, спасибо за каждого человека, который смотрит это собрание. Спасибо за всю церковь. И я молюсь о том, чтобы у каждого из нас были личные решения веры, были свои личные откровения. Если мы жертвуем что-то для Бога, то почему мы делаем именно так? Почему именно первая, десятая часть почитает, благословляет Бога? И это является частью нашего поклонения Ему, потому что именно первая и именно лучшая благословляет Его и чтит Бога в нашей жизни. И я верю, что когда мы делаем это, это благословляет все остальное в нашей жизни. В Библии никогда не говорится, что Бог говорит людям отдать все. Но Он всегда говорил о том, как мы распоряжаемся и как мы распоряжаемся, что мы делаем особенно с первым. И я молюсь, благослови каждого человека в том, чтобы ставить Тебя на первое место, выбирать Тебя ставить на первое место в своей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И я также хотел бы в конце собрания молиться еще одной молитвой с теми людьми, кто хотел бы впустить Иисуса как Бога в свою жизнь. Возможно, вы слышали что-то о Нем, и мне кажется, недавно было Рождество, и все мы слышим о Рождестве, об Иисусе, но является ли Он вашим личным Богом, Господом и Спасителем в вашей жизни, в твоей Души? Пускал ли ты когда-либо Его в свое сердце? И может быть, ты подумаешь, я хотел бы это сделать, но в моей жизни есть грехи, в моей жизни есть какие-то неправильные вещи. Но ты знаешь, что делает нашу жизнь праведной? Это только Христос. Он пришел в этот мир для того, чтобы родиться как человек, прожить безгрешную жизнь, пойти на крест, умерев за наши грехи, для того, чтобы по вере в Него мы стали праведными. Поэтому только когда Он входит в нашу жизнь, в наше сердце, когда мы позволяем Ему, это меняет нашу жизнь. Это делает нашу жизнь святой и праведной. И если ты хотел бы впустить его в свое сердце, давай молиться прямо сейчас вместе со мной и будь уверен, что Бог слышит тебя. Ты можешь просто повторять за мной простые слова, которые я буду сейчас говорить, не спеша, но сделай эту молитву своей. Просто повторяй за мной. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к тебе, и я признаю, что я грешный человек, и мне нужен Спаситель. Я верю, что Божий Сын, Иисус Христос, умер за мои грехи. И я также верю, что Он воскрес на третий день, чтобы дать мне новую жизнь. С этого дня я принимаю тебя в свое сердце, в свою жизнь, как Господа и как Спасителя. И я верю, что с этого дня моя жизнь никогда не будет прежней. Наполни меня Святым Духом и помоги мне следовать за тобой каждый день. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Я поздравляю тебя как пастор Церкви Хилсон в России, и также мы поздравляем тебя от всей нашей Церкви. Мы подготовили для тебя небольшой подарок. Если вы молились этой молитвой, можете оставить на нашем сайте контакты и просто сказать, что вы молились этой молитвой. У нас есть такой блог «Я принял решение следовать за Иисусом». И если вы молились действительно этой молитвой, просто напишите нам. Во-первых, для нас будет приятно знать, что вы молились. И мы хотим сделать для вас подарок, подарить вам Библию. Возможно, отправить ее туда, где вы живете, или встретиться с вами лично, подарить вам в руки. И для нас это благословение быть благословением для вас. И также я хочу сказать, что для каждого человека нужна Церковь. Каждому человеку нужна Церковь, потому что это духовная семья. Церковь — это не просто храм, куда мы ходим. Церковь — это люди, которые помогают нам жить с Богом и делать свои шаги веры. И для каждого человека есть следующий шаг веры. Когда вы принимаете Иисуса в свою жизнь, для каждого есть какой-то следующий шаг, и ваша жизнь с Богом только начинается. Поэтому я хочу ободрить каждого, кто молился этой молитвой. Будьте частью Церкви, Живой Церкви, Поместной Церкви. Если вы из Москвы или Петербурга, добро пожаловать в Церковь Хилсон, добро пожаловать домой. Я надеюсь, вы в порядке. Я надеюсь, что вы смогли отдохнуть на этих небольших праздничные дни. И впереди огромный год, впереди большая неделя. Кто-то, возможно, начинает только работу. Но я хочу просто пожелать всем отличной следующей недели. Просто благослови следующую неделю и коротко помолиться. Господь, благослови каждого человека, который смотрел это собрание до этого момента. Господь, благослови следующую неделю. И помоги нам жить такой жизнью, в которой мы прославляем тебя и ставим тебя действительно на первое место в каждой сфере жизни. Господь, благослови каждую семью, каждого человека. И я молюсь о каждом, кто сейчас болеет. Господь, чтобы он был исцелен во имя Иисуса Христа. Я молюсь также, чтобы твоя защита была над всеми детьми в нашей Церкви, над всеми семьями, над всеми домами. Чтобы никто не заболел на этой неделе во имя Иисуса Христа. Будьте благословены. Всем отличного воскресенья.